Как и его бензиновый электрический гибридный собрат, подключаемый к гибриду Toyota Prius Prime 2023 года, избавился от своего прежнего уродливого дизайна и превратился в пресловутого лебедя. Более низкий, широкий и длинный, чем раньше, новейший Prius Prime выглядит, смеем сказать, почти спортивно. Дополняет его новый облик, значительно улучшенный силовой агрегат, который выдает в общей сложности 220 лошадиных сил, почти на 100 лошадей больше, чем его предшественник. Что еще лучше, Toyota утверждает, что новейший плагин Prius должен превзойти предыдущий Prime, который, согласно EPA, имеет запас хода в 50 км. В контексте Prius, новый Prime – это и красавец, и чудовище. Прошлогодний 1,8-литровый 4-цилиндровый двигатель больше не используется. Вместо него установлен более мощный 2-литровый агрегат. Он работает в паре как минимум с двумя электромоторами. Один приводит в движение ведущие колеса, а другой управляет планетарной передачей, чтобы дозировать мощность бензинового двигателя в манере, напоминающей бесступенчатую автоматическую трансмиссию с ременным приводом. Мы полагаем, что Prius Prime 2023 года останется только переднеприводным, однако Toyota может предложить полный привод в качестве дополнительной опции. Если это так, то ожидайте, что Prius Prime в такой комплектации будет оснащен дополнительным электромотором, который будет питать исключительно заднюю ось автомобиля. Поскольку Prius Prime 2023 года отбрасывает большую тень, чем раньше, мы ожидаем, что его внутреннее пространство будет немного больше по сравнению с прошлогодним автомобилем. Тем не менее, более низкая посадка и общая высота автомобиля могут создать впечатление, что внутри немного теснее, чем раньше. Впрочем, пространство для груза должно улучшиться благодаря новому месту расположения аккумуляторной батареи под задним сиденьем. Независимо от этого, мы можем подтвердить, что интерьер нового Prius Prime также красив, как и его внешний вид. Разделяя дизайн с электрическим внедорожником BZ4X, салон Prime имеет шикарную приборную панель с большим информационно-развлекательным экраном в центре. Пропала центральная комбинация приборов, характерная для прошлых Prius. Вместо него в автомобиле 2023 года установлен кластер, расположенный прямо перед водителем. Кроме того, в новом Prime переключатель передач переместился с приборной панели на центральную консоль. В стандартную комплектацию моделей Prius Prime SE и XSE входит в 8-дюймовый сенсорный экран информационно-развлекательной системы, хотя для последней опционально предлагается более габаритный 12,3-дюймовый блок. Система с большим экраном входит в стандартную комплектацию топовой модели XSE Premium, как и аудиосистема премиум класса JBL. Независимо от комплектации, каждый Prius Prime оснащен шестью портами USB-C и беспроводной совместимостью с Android Auto и Apple CarPlay. Так что гибридный Toyota Prius 2023 года выпуска вступает в новое поколение с лучшей экономией топлива, свежими технологиями и замечательным стилем. Мы ожидаем, что цена будет начинаться примерно с 27 тысяч долларов.